приветствую всех на канале это еженедельный обзор рынков сегодня мы посмотрим на то как изменялись инструменты на прошлой неделе попробуем спрогнозировать их движение на следующей неделе а также посмотрим как изменялся в портфель в рамках которого я тестирую стратегию на прошлой неделе в принципе продолжался рост на рынках snp закрылся на своем all-time high 4180 пунктов в моменте даже он доходил до 4192 практически ну и собственно говоря мы дошли до сопротивления вот этого клина в котором торгуется snp начиная с ноября и по моим ощущениям где-то здесь должна начаться коррекция собственно основной сценарий который я опубликовал своем telegram канале подписывайтесь ссылка есть в описании также подписывайтесь на twitter потому что я там обычно пишу разные сообщения я опубликовал эту картинку с этой разметкой мне кажется что сейчас должна начаться четвертая коррекционная волна ну и соответственно после нее будет еще один заброс наверх куда он дойдет пока что сказать сложно 4 200 4 400 вполне возможно то есть принципе у рынка есть еще довольно большой потенциал роста но в любом случае где-то уже вблизи мая июня июля я жду более серьезную коррекцию к отметкам приблизительно 3 350 в среднем то есть диапазон 3 200 тире 3550 это тот диапазон который я ожидаю коррекцию в мае тире июле этого года будем смотреть на то как будут развиваться события на следующей неделе продолжает сезон отчетности сша там будет интересной компании отчитываться в том числе intel за которым я конечно буду наблюдать потому что это у меня есть портфеле но основные компании будут отчитываться не на следующей неделе через неделю я думаю что какое-то серьезное движение по рынку может быть уже после этих отчетов соответственно я вот не уверен начнется ли это четвертая волна уже на следующей неделе или следующей неделе это будет что-то типа стояние на место или небольшой рост но в любом случае мне кажется после отчетов хотя бы небольшая коррекция должна произойти потому что snp находится уже в такой сильной перекупленности на четырех часах и на днях он уже зашел в зону перекупленности последние разы когда это было проходили коррекции я жду коррекцию процента 2-3 как минимум там уже посмотрим на то как будет развиваться событие дальше то есть базовый сценарий изображен на картинке сейчас если переключиться на nasdaq то здесь в принципе также продолжается рост и мне кажется nasdaq еще свою цель не выполнен 14 250 цель о которой я говорил неоднократно ну соответственно осталось 250 пунктов и как раз он подойдет к этой белой линии поддержки тренда который он будет тестировать сверху я думаю что от этой величины скорее всего произойдет как минимум коррекция если посмотреть на rasl он продолжает топтаться на месте собственно всю неделю плюс-минус находился у значений 2250 ну в принципе он зашел чуть выше границы сопротивления от этого клина то есть она сейчас может выступить поддержкой но пока что russell выглядит явно отстающим и по ощущениям все акции с низкой капитализации пока что все еще продают и активно покупать не начали dow jones продолжает расти самый сильный индекс наверное все таки сейчас 34 180 я говорил про цель в 35000 вполне возможно так она и будет он также зашел уже сильно в зону перекупленности также по нему ожидаю коррекцию в течение там ближайших двух недель bitcoin всю неделю летал туда-сюда ну когда было размещение coinbase он доходил до отметка 65 тысяч после этого началась коррекция соответственно сейчас он торгуется в таком канале я ожидаю что от нижней границы до которым как раз сегодня дошли по идее должен начаться рост потому что bitcoin еще не выполнил свою цель в 70 тысяч о которой говорил ранее ну вот надеюсь что сейчас мы перешли к росту в принципе здесь есть ощущение что-то это 5-волновое движение закончилось ну и нужно будет преодолеть отметку 62 с половиной тысячи наверное делать границы этого не спадающего канала идет то есть если так поставить примерно сейчас в районе 62 тысяч но если он пройдет ее закрепиться думаю все таки он сходит еще на 70 потому что например та же самая компания райт блокчейн про который я много писал в твиттере она сейчас находится на поддержке вот этой своей формации в виде треугольника я надеюсь что все таки здесь будет еще выход вверх мной была дана хорошая ориентировка на покупку ее когда райт был в районе 50 долларов он ходил 61 но здесь началась эта коррекция соответственно возможно немного неправильно был построен график я устроил так то есть если строить его таким образом то здесь в принципе получается что вот это вот пятая волна только сейчас произошла а вот это вот укороченная 5 все-таки была частью четверки соответственно если такое предположение кажется правдой соответственно bitcoin должен расти всю прошлую неделю на самом деле активно смотрел за ситуации в друге coin или какой там правильной это та самая криптовалюта которая активно пампит илон маски ну в принципе в не ожидаю продолжение роста цель по ней один доллар и много новостей по ней пришло ну и твиты илона маска и плюс ко всему одна из компаний nba теперь начала принимать bitcoin в качестве оплаты в принципе до коины прошу прощения и теперь так до г-койн также стал способом оплаты в сша ну такая интересная мемная крипто валюта она спускалась до 22 центов и в принципе очень бодро начала расти то есть я думаю что это здесь была четверка и сейчас будет пятая волна и хай будет переписан то есть хай в районе 44 центов посмотрим на евро доллар в принципе движется так как я предполагал мы дошли до цели в 120 ну и соответственно если на рынке начнется коррекция то как раз он может скорректироваться куда-то в район 18 185 после чего пойдет новый рост и он может как раз сопутствовать тому росту который будет после коррекционной четвертой волны в снп ну соответственно сейчас я ожидаю снижение скорее с этих позиций посмотрим если он сможет пробить 1 20 закрепиться и пойти выше то вполне возможно рост продолжится но мне кажется скорее он будет рисовать правое плечо соответственно в dx вай похожая ситуация здесь я уже также рисовал по моему в телеграм канале нет в твиттере я делаю прогноз то есть я сейчас смотрю на индекс доллара следующим образом то есть мы должны сейчас сделать какое-то движение вверх потом будет продолжение коррекции по индексу доллара ну соответственно здесь цель это двойное дно 89 с небольшим ну может быть даже он перепишет эту этот показатель уйдет чуть ниже после чего на рынках когда будет более существенной коррекции соответственно индекс доллар начнет укрепляться викс как я предполагал продолжал снижаться все ниже все неделю ну соответственно здесь ждут снижение вот чтобы он коснулся этой зеленой линии пока что касания не было ну и соответственно викс пока что потихонечку спускается но также где-то уже в течение одной-двух недели ожидаю всплеска по виксам десятилетки очень сильно на прошлой неделе откорректировались и в принципе это привело к тому что начало наконец-таки расти золото золото я ожидал рост и золото пробило важный уровень в районе 1750 долларов ну и сейчас посмотрим если десятилетки продолжат корректироваться их доходность то мне кажется золото имеет возможность дойти до верхней границы каналов которые торгуются но сейчас на четырех часах она уже заходит в зону перекупленности поэтому по золоту вполне возможно в ближайшее время будет коррекция ну как минимум в район 1750 долларов закрепиться она на этом на этой отметке или нет посмотрим нефть вроде как довольно сильно выглядит но в принципе она также находится в зоне перекупленности я думаю что скорее на следующей неделе по нефти будет какое-то коррекционное движение может быть уже в начале если посмотреть на основные технологические компании в основном все они росли на прошлой неделе amazon 3396 долларов ну соответственно как я предполагал amazon имеет все шансы переписать свой хай также он заходил в зону перекупленности ну я думаю важное движение будет на отчете 29 апреля у amazon отчет сейчас пока что выглядит он довольно сильно в принципе смотрю на amazon позитивно как минимум до его отчета я думаю скорее всего все эти технологические компании до их отчетов будут либо находиться на тех зонах которых они находятся сейчас либо умеренно расти и может быть даже более менее расти сильно в зависимости от компании если посмотреть на apple также он должен дорасти еще где-то в районе сто тридцати восьми долларов здесь принципе по apple вырисовывается такой треугольник вполне возможно с apple будет что-то типа он дорастет до отчета потом скорректируется потом пробьет вот это сопротивление в районе сто тридцати восьми долларов вырастет в район сто пятьдесят сто шестьдесят ну и после этого откорректируется куда-то может быть в район сто тринадцати долларов то есть ну как мне кажется по apple ниже ста трех он корректируется не должен в течение вот этой большой коррекции который я ожидаю если посмотреть на microsoft он продолжает обновлять своих и 260 долларов но в принципе здесь можно попробовать предсказать этот рост то есть где-то в районе 40 долларов начиная с того момент когда он вышел из формации то есть где-то в район 265 microsoft должен в итоге дорасти прежде чем он начнет коррекцию ну он где-то уже близко 260 долларов facebook на прошлой неделе также неплохо рост но под конец корректировался 306 долларов в принципе этот тест предыдущего хая вполне возможно от этих позиций facebook должен продолжить расти но и здесь в принципе видно что что-то напоминает типа четвертой волны и вот сейчас будет пятая волна вот в этом росте который начался примерно 2 марта google продолжает находиться в районе своего all-time high ну принципе по гуглу я в прошлый раз сказал что зона довольно таки опасная компания очень качественная и кстати говоря на прошлой неделе поговорили о том что в гугле может быть сплит в течение 2021 года ну как правило это приводит к росту котировок посмотрим как будет в этот раз когда будет объявлено о сплите и будет ли он вообще но такие слухи уже поползли нвидия на прошлой неделе очень хорошо росла вышло это случилось все это дело на объявлении того что они разрабатывать свой серверный чип соответственно это все ударило по intel но nvidia выглядит победителем таким локальным в этой схватке и соответственно ее котировки очень серьезно выросли обновили all-time high 236 долларов я думаю что nvidia до своего отчета скорее все также еще может переписать этот хай она сейчас находится в сильной зоне перекупленности так что скорее всего она все-таки может еще сделать коррекционное движение в район 600 595 долларов после чего продолжить рост перед своим отчетом посмотрим на nvidia если bitcoin перейдет к росту то также я думаю что и square завершить свою коррекцию которая может остановиться где-то в районе 252 250 долларов ну и сделать еще одно движение в район 300 также перед своим отчетом у square скорее всего будет хороший отчет он будет что мая посмотрим здесь скорее я думаю полностью зависит от того как будет себя сейчас ввести bitcoin потому что в принципе его сейчас воспринимают как такой прокси на bitcoin не такой как не такой явный как компании которые занимаются майнингом или например компаниями микростратеги которая просто держит битки на своем балансе дать посмотрим на ее график но в принципе вот она делала сильное движение пробивала уровень 816 и после этого сильно откорректировалась связанных было с коррекцией по биткойна но если она сейчас будет рисовать второе пробитие этого уровня вполне возможно это будет хорошая покупка но здесь может быть голова и плечи вот это такого образа построена то есть с линии шеи где-то в районе 892 долларов мы посмотрим для этого биткойна нужно сделать серьезное движение сильное движение вверх на самом деле я не уверен в том что будет именно так все может быть сейчас рынок очень новостной очень много напряжения в принципе вообще в мире вся прошлая неделя наверное прошла у всех под таким знаком наблюдения за тем что делает администрация байдена в плане санкций по россии было много движений в рубле и если кто-то торговал рубль наверное там серьезно всех попилило потому что сначала выходило предложение переговоров потом выходили санкции потом выходила конференция пресс-конференция на которой байден сказал что на самом деле он ничего плохого еще пока не ввел это очень мягкие санкции на самом деле сильные санкции они еще пока приберегли ну в принципе рубль вот так вот болтается до сюда в моменте дорастал до семидесяти восьми с половиной и на выходных объявили о том что американцы рассматривают введение более серьезных санкций связанных с запретом на торговлю долга банками российскими ну посмотрим может быть понедельник рубль опять начнет расти я на самом деле основные свои средства сбережения храню в долларах и в евро но я про это уже говорил и меня не так сильно беспокоят котировки рубля потому что свою зарплату которая получаю за свою работу я получаю в рублях соответственно у меня есть рублевая наличность исходя из того что я в нем получаю зарплату поэтому я предпочитаю деньги хранить в долларах и евро ну и здесь рисуется что-то боли вроде большого треугольника который предполагает выход наверх поэтому я в принципе проблю скорее ожидаю походу этой валюты вверх но на самом деле очень интересная конечно ситуация потому что мы ожидаем большой тренд по росту циклических активов в том числе и нефтедобывающих компаний газ металл и все это должно расти в следующем цикле но соответственно россия это явный выгодоприобретатель посмотрим как это все сложится но вот эти геополитические риски конечно же давит и на российский рубль и на российский фондовый рынок виза на прошлой неделе очень неплохо выглядит выглядело перереписала практически свой хай двести двадцать шесть долларов ну посмотрим надеюсь что вот эта формация будет работать и по визе будет хороший рост наверх тесла на прошлой неделе также перешла к росту пробила важное сопротивление в районе 709 долларов ну посмотрим чем все дело закончится у меня в тесле позиции нет но с интересом наблюдаю за тем как двигаются котировки каких-то новых супер идей для покупки акции у меня сейчас нет наверное связано с тем что я все-таки ожидаю коррекцию и мне кажется наверное сейчас покупать что-то не совсем разумно ну с учетом того что я еще раз повторяю ожидаю небольшую коррекцию течение одной-двух недель наверное после того как это коррекционная волна будет закончена будет что-то подбирать на еще одну волну роста поэтому пока что новых идей с покупками у меня нет и если они появятся я обязательно опубликую их в твиттере или в телеграм-канале переходим к портфелю в рамках которую я тестирую стратегию и на прошлой неделе портфель наконец-таки начал расти 3072 доллара прибыль составляет если посмотреть на изменения за неделю закрывался портфель на отметке двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят один доллар сейчас он 13072 связано с тем что основные акте выросли 64 процента длинные облигации 36 процентов это золото и по инструментам золото выросло на один запятая восемьдесят девять процента длинные облигации на один запятая двадцать семь процента и тех на снп вырос на один сорок два процента таким образом сегодня я буду продавать золото и покупать длинные облигации но в принципе два этих актива они уравновешивают друг друга в том случае если доходности по длинным облигациям начинают расти соответственно золото начинает падать поэтому какой-то супер динамики по портфелю от этих перекладок я не ожидаю но в любом случае если на рынке начнется коррекция портфель будет готов к этому и скорее всего сильно не просядет соответственно продаю золото на 2000 долларов 12 бумаг комиссии 1 доллар и покупаю длинные облигации тикер тлт 14 бумаг комиссии 1 доллар так все сделки совершены на данный момент 20 плен процентов тф на золото семьдесят девять с половиной процентов тф на длинные облигации ну что ж будем на следующей неделе смотреть за отчетностью компаний затем последует ли какая-то эскалация в конфликте на украине и конфликте между сша и россии это будет сильно влиять конечно же на общий фон скорее всего ну и естественно же на фон на российском рынке кстати говоря рекомендую посмотреть и последнее видео у дмитрия салодин на канале там была довольно большая информация по поводу сейчас ситуации которые складываются в отрасли чипов много информации связанной с интелом с амд если вкратце то основные гиганты технологические такие как apple amazon google начинают разрабатывать свои чипы и будут серьезно конкурировать с классическими производителями такими как intel а мд технология арм скорее всего победит и это конечно же сильно ударяет по intel у tsmc является самой важной производственной площадки наравне с ней можно выделить наверное samsung и intel которые все-таки поменьше но тем не менее также являются серьезными площадками ну и в принципе идея заключается в том что nvidia tsmc это явные победители в войне который сейчас идет на рынке чипов ну и плюс вот эти компании технологические apple amazon которые также будут разрабатывать свои свою архитектуру свои чипы и внедрять их в своих продуктах также будут составлять конкуренцию основным производителям ну в принципе имеется ввиду конечно же intel пострадает от всего этого дела но я на intel почему рассчитываю потому что сейчас не исключаю такую возможность захвата китаем тайваня то ли это будет ну скорее всего будет с помощью какой-то мягкой силы мне кажется но в любом случае если китай получит в руки самую серьезную производственную площадку в мире микрочипов на данный момент то это мне кажется серьезно подстегнет котировки intel а потому что понятно что китай будет американцам всячески мешать и я думаю что американцы уже сейчас задумались о том что могут ли они вообще позволить себе потерять компанию tsmc intel заявил пару недель назад по моему о том что он будет строить новый завод но соответственно я думаю что как-то intel будет подстраиваться под всю эту ситуацию и в том случае если разразиться вот такая ситуация с тайванем то конечно же это очень сильно ударит по его котировкам ну и скорее всего приведет тому что intel вырастет потому что все основные заказы на производство и nvidia и тот же intel также передают tsmc ну и все вот эти вот производители apple google работает с самсунгом ну там много цепочек но смысл получается в том что tsmc такое узкое горлышко и если с ним что-то произойдет это конечно очень сильно может перевернуть всю ситуацию на поле полупроводников поэтому даже если покупать tsmc то мне кажется все таки какой-то нужно иметь понимание о рисках которые сопряжены с этой инвестицией в принципе на этом все спасибо за ваше внимание до встречи на следующей неделе в очередном обзоре рынка пишите комментарии ставьте лайки это серьезно помогает в продвижении этого канала и до встречи в следующих видео